Доброе утро, свинька! Доброе туманное утро! Всем доброе утро! Время 8 с чем-то. Моросит, туман, дождит. Облака, конечно, красивая. Мы идем пить водичку, затем проснемся еще побольше и будем завтракать. Я опять нас тебя фотографирую. Это что за тип, нахрен! Мы уже померили дождевики. У меня будет такой мега синий. Он будет какой-то черный. Потому что капает. У меня муки выбора, как одеваться. Обещают, вроде как, потом потепление. Я решила протестировать. Свои формы. Мужельный шарф и дополнительная кофта. Дождевик длинный. Сейчас покажу. Видно, нет? Туман все распускается. Актосферно. Пюсик. Фишт. Фишт. Тебя фишт зовут? Или нет? Голубоглазик. Мокрый голубоглазик. Готовят лошадок нам. Мы почти готовы. Еще приехали гости, кто поедут с нами. И я беру шлем. Я ездила вроде как в этом. А не, наверное, в этом. Музыка. 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 Ну, давай поедешь впереди. Давай. Давай, давай. Давай, давай. 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 temporal시ка. Давай. Панье глядь синяя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще, кайф. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это я думала, что паньон. Не знаю, хочет, видимо, лечь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну как, относительно купались, он залога не плёхнулся. О, куда пошёл? Господи, парень, я не готова. Бррр! Бррр! Ипсихо Бррр! Бррр! Продолжение следует... 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 Добро пожаловать на наш канал! 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 Будем отдыхать. Я возвращаюсь в номер, все еще там, но я под конец очень сильно ударилась коленом об дерево. Сделаю отзыв в этой прогулке чуть позже, когда приду в себя. Ну что, мы сходили в душ, идем на ужин. Как еще раз называется? Мы ворвались в ночную кухню, здесь никого нет, все уже спят, наверное. Попьем водички и пойдем спать. Ну что, доброе утро. Хочу сейчас записать впечатление от вчерашнего похода. Выехали мы в 10.30, приехали домой в 18.30, то есть в целом это было 8 часов, но мы больше часа точно останавливались на море, когда был обед. Маршрут сложноватый, потому что постоянно спуски-подъемы и нужно то назад клоняться, то вперед. Постоянно где-то порон стремена, потому что там либо ты проходишь горные ручьи, либо там каша, либо там деревья, то есть дорожки прямой. Нет, мы прошли туда через лес. Постоянно нужно телом балансировать, все это выравнивать, чтобы держаться в седле комфортно. Поэтому нагрузка на все тело идет и для новичков это, конечно, очень сложно, именно потому что ты не успеваешь отдыхать. То есть только ровная поверхность, мы немножко шагами, если плохой грунт, но если нормально, то море си. И много, конечно, тоже ездили галопом. Море, к сожалению, меня не впечатлило так, как я хотела. Я вообще поехала изначально ради моря. В общем, не было того, что я хотела. Была какая-то суета, некоторые кони боялись воды. И этот момент, которого я очень ждала, он не сложился, к сожалению. Но я просто была рада, что я сижу вверхом на лошади и смотрю на море. И это все равно очень классно. Обратно поехали уже по другому пути. Он был уже чуть полегче, потому что уже не было таких лесных переходов. Больше всего запомнилось мне из всего этого похода ни море, ни лес. А когда мы шли по таким склонам, без деревьев, такие холмы, где видны дома, горы, кони гуляют, коровы. В общем, очень это классное место. Мы там скакали тоже. И это прям очень запомнилось. Что еще мне немножко не понравилось? Мы ехали галопом по асфальту. Это нежелательно для коней, для их суставов, для спины. Человеку тоже тяжелее, потому что морализация гораздо меньше, чем по грунту. В момент, когда очень быстро гнали карьером, то есть не просто галопом, а очень гнали. Я уже к тому времени устала сидеть в селе манежной посадкой, то есть сопровождать. Я не успевала сопровождать лошадь. Ко мне пришел свин, прям близко. Они меня окружают. Я не рискнула стать по любую посадку. Как-то неуверенно себя чувствовала. Естественно, я просто сидела как могла. Это было тяжело. Обычно галоп вообще идеально, все хорошо. Мне было страшно, тяжело, больно. У меня не слабая спина, потому что я просто уже получала толчки. Я не успевала их амортизировать. Я начала тормозить. Группа поехала вперед. Я все, я просто не могла больше. Благо, у нас еще было два человека, которые поменьше гнали. И, собственно говоря, я к ним присоединилась в конце. Уже ехала в более спокойной группе, без таких гонок, потому что это не очень хорошо. Не для лошади, не для меня. Еще второй минус был, это то, что я ударилась коленом просто на шагу. Просто я уворачивалась от одних веток, пока тут смотрю, и оказалось дерево рядом со мной. Я вписалась в него ногой, коленом, и это было очень больно. Не было у инструктора в аптечке этого холодного пакета. И я тогда просто... Мы вернулись домой. Я сидела вообще просто никакая. Думаю, ну все. Я хочу просто домой. Потом, конечно, нам еще нужно было ехать часа полтора, поэтому я расслабилась и поняла, что все хорошо. В целом вернулась с хорошим настроением. Этот маршрут для опытных в целом, нагрузка большая. По-моему, очень красивые виды. Там просто уже так все красиво, так необычно. Такие места, такие леса, горы, море вообще очень классные. Впечатление море, конечно. Редактор субтитров А.Семкин